нет ошибка ничего всегда если что-то идет не по плану на один шаг назад вернетесь есть такие женщины сильнее мужчин самое сложное было вытягивание лапши без физической силы и хорошее тесто не замесить подписчики взята четыре часа друзья всем привет как многие наверное уже знают я вернулся с иркутска в кыргызстан свой родной город карабалта также ко мне приехал подписчик с краснодара не на мастер-класс а именно на обучение вытяжной лапши у нас прошла уже примерно неделя мы обучались разным блюдам уйгурской кухни и сегодня я бы хотел закрепить результат и показать чему научился наш дорогой подписчик салам алейкум я приехал из краснодара подписчики взята хотел научиться уйгурской кухни кое-что уже делать научился где-то в течение недели примерно алдиар байке проживает большую часть своей жизни в россии в городе краснодар он увлекается кулинарией и приехал значит краснодара город карабалта сколько километров до отсюда четыре часа лететь в общем четыре часа полета он находится в кыргызстане город карабалта приехал обучиться уйгурской кухне в частности вытягивать лапшу сейчас альдиар покажет свои результаты давайте продемонстрируем хорошо итак собственно здесь у нас килограмм высшего сорта муки 500 грамм воды и 20 грамм соли бакешка попутно расскажите какие сложности были именно в приготовлении теста самое сложное было вытягивание лапшей как бы мне это тяжело получилось но остальное все как бы нормально а вот именно в сложность в чем заключается именно вот когда лапшу вы учились какие нюансы были нюансы там кажется мелочь но когда я вытягиваешь тесто как крутит вот это все надо как-то внимательно делать не спеша но его думаю потом уже будет как бы сейчас я все медленно делаю чтобы не путаться со временем то получится а вот вы когда наблюдали за моим каналом да в частности видео про ланджо ломенда вы себе как этот представляли этот момент что вот вы вытягиваете лапшу казалось что берешь и вытягиваешь да потом нюансов очень много куда большой спали ставить куда средний палец тесто переворачивать в общем очень много нюансов кажется мелочь но это все это надо как бы запоминать и не путаться друзья я вам хочу сказать несмотря на то что алдиар возрасте ему 45 45 лет но это его не останавливает человек приехал сдалека обучиться поэтому я душой как говорится все нюансы рассказываю все секреты показываю рассказываю и надеюсь что спустя какое-то время он не даст отчет покажет как функционирует его заведение вот сейчас байкешка у нас делать замес тесто то есть он делает все правильно да вы можете посмотреть все так как я описывал рассказывал технику него великолепное замешивание теста то есть если он сейчас замешает то профессионал подойдет и не поймет дебютант это был или профессиональный тестовик что думаете насчет замеса тесто вообще влияет физическая сила на физическая сила нужно конечно без физической силы и хорошее тесто не замесить как бы нужен если постоянно работать тестом то нужно хорошая физическая сила а как думаете женщины могут вытягивать также я думаю что могут зависит от человека есть такие женщины сильнее мужчин ну если каждый делать это будет как обычным делом до мышцы привыкнут сила появится я думаю если опишите процесс я как вы замешиваете тесто через чего начинать ваш личный опыт как говорится вашего совет ну я начинаю с извешивания как бы я на глаз не могу сейчас определить ну взвешиваю потом муку вожу воду и начинаю замешивать и постепенно добавляю как ты научил воду вы сразу не вливаете на это половина где-то выливаю ну 60 процентов остального постепенно но друзья тесто уже обрело однородную массу сейчас алдияров начнет уже рвущими движениями доводить тесто до идеал так это выглядит все так вот так значит у aldeara на все про все уходит если вот прям от и до убрать где-то 10-15 минут да я думаю 15 минут даже 13 минут я к чему это веду что в среднем любой тестовик в среднем так и замешивать тесто 10-15 минут тесто получается отлично скорость не всегда качество да ну я пока медленно делаю все как бы ничего не пропустить когда я буду уверен что ничего не пропускаю тогда можно добавить скорость самое главное что есть понимание это уже радует ничего не чувство я даже вот эти эти вообще не знал что тут нужно так делать то есть вы сейчас говорите не только про вытяжную лапшу да в целом работа с тестом чтобы у наших дорогих подписчиков было понимание мы готовили не только тесто на вытяжную лапшу также готовили тесто на манты на самсы на слоёные самсы было достаточно интересные дрожжевые манты и дрожжевое тесто на лепешке к сожалению у нас не получилось это все отснять но мне кажется что здесь самый главный такой момент это все таки вот эта лапша да потому что научись вытягивать ее раз затем совершенствует стань мастером как говорится это навык дорог дорогого стоит на мой взгляд ну самое главное чтобы чтобы обтянуть лапшу что надо знать тесто например я вот эти нюансы как подготовить вообще не знал сам подготовительный процесс да я просто тесто сделал закрыл через полчаса ну как бы пытался делать что-нибудь когда вот там вот делаешь стопудово получится хорошая лапша тесто у нас готово формируем конверт чтоб тесто немножко остыла все и даем настояться примерно 40 минут условно итак друзья прошло полчаса тесто у нас готово и так друзья прошло полчаса тесто у нас готово и так у нас уже на подходе сейчас мы его раскатываем небольшой пласт ты уже начнем добавлять концу и все я думаю достаточно вот он стоит вот-вот скользкий ну как тесто подается да чуть-чуть еще есть ну как тесто подается что мне движение не супер с ним главный результат что хватит беру это примерно 20 сантиметров а 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 Так, про треугольник не забывайте. Нет, ошибка. Да, треугольник. Постоянно забоеваем треугольник. Ну, друзья, результат налицо. Все нормально ведете? Вот тут немножко я запутался. Всегда, если что-то идет не по плану, на один шаг назад вернетесь и сделаете. Пока все хорошо. Все так оставьте. Вот такая лапшичка, друзья, получается. Очень хороший результат. Все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Не толстый? Нормально Здесь тоже момент Лапшу лучше не бросать Аккуратно положили Чтобы она в доширак не превращалась Значит, эта лапша у нас идет на босо лагман На жареную лапшу Она будет немного толще, чем на классический вариант Ну вот эта лапша вообще прям по достоинству Ну, я не ожидал, что так быстро буду учиться Я думал, тянуть лапшу дольше буду учиться Но, слава богу, все хорошо Ну, как сказать, я думаю, в дальнейшем все это мне понадобится Спасибо тебе В дальнейшем успехов в твоем каналу И все в твоей жизни, чтобы было все хорошо Если кто-то хочет научиться, смело обращайтесь Я сказал, что он очень хорошо учит Есть педагогические навыки Все это тщательно, вежливо, там не нервничает Там как бы все хорошо Я доволен, очень доволен Я вам тоже желаю успехов, Алдия, чтобы у вас все благополучно получилось Чтобы у вас, как говорится, ваш бизнес, который вы запланировали, пошел в гору И мы вместе с моими подписчиками, вместе с вами ждем ваших результатов Надеюсь, через полгода вы свяжетесь с нами и покажете, как у вас продвигается бизнес в кулинарии Друзья, если вам понравился выпуск, понравился наш подписчик Давайте накидаем ему лайков, сделаем ему приятно Оставляйте комментарии, он все это тоже читает Всем до скорой встречи До свидания